Скрипт PX, написанный Андреем Шульгиным, выполняет измерение, расчет и анализ ключевых пневматических характеристик цилиндра, пускного и выпускного трактов, механизма газораспределения и системы управления моментом зажигания. Работа скрипта основана на автоматическом анализе графика давления в цилиндре, получаемого при помощи датчика, вкрученного на место свечи зажигания. Подключение датчика очень простое. Черный крокодил питающего кабеля USB AutoScope A4 подключаем к кузову автомобиля. Красный крокодил к клемме плюс аккумулятора. Крокодил разрядника подключаем к корпусу двигателя. Этот двигатель оснащен индивидуальными катушками зажигания, поэтому здесь дополнительно применяем высоковольтный удлинитель, при помощи которого соединяем катушку зажигания с разрядником. Обратите внимание на надежность электрических контактов высоковольтной цепи. Датчик синхронизации устанавливаем на высоковольтный провод проверяемого цилиндра. На место свечи зажигания устанавливаем датчик давления. В данном случае дополнительно используем удлинитель. Провода располагаем как можно дальше от системы зажигания и от вращающейся элемента подкапотного пространства. В окне программы «USB остеллограф» вызываем меню «Режимы» «PX» и выбираем тип примененного датчика и наличие удлинителя. В данном случае «PX35» плюс «Лонгер». Включаем запись «Остеллограмм». Запускаем двигатель. Через 3-5 секунд плавно увеличим обороты и отпускаем педаль акселератора. Резко нажимаем на педаль акселератора до упора и, не отпуская ее, глушим двигатель. Выключаем запись «Остеллограмм». Для запуска автоматического анализа вызываем меню «Анализ выполнит скрипт». В итоге скрипт PX представляет отчет с результатами измерений и расчетов, состоящих из нескольких вкладок, представленных в текстовой, табличной, графической и анимационной форме. Скрипт анализирует результаты измерений и самостоятельно ставит диагноз, ознакомиться с которым можно во вкладке «Результаты анализа». В данном случае неисправности не обнаружены. Эту вкладку можно распечатать на принтере и предоставить клиенту. Рассмотрим отчет скрипта PX, полученный на автомобиле Audi A6 с двигателем 2.4 V6. Величина потери газа здесь составляет 66% и вышла далеко за пределы типового диапазона 15-20%. В итоге скрипт поставил диагноз «цилиндр негерметичен». Кроме того, скрипт может идентифицировать некоторые причины возникновения негерметичности, например, зажатый выпускной клапан или подвисающий клапан газораспределительного механизма. Скрипт PX измеряет и отображает фактические фазы газораспределения путем построения и автоматического анализа диаграммы количества газа в цилиндре. Для наглядности диаграмма оснащена интерактивной анимацией, демонстрирующей реальный процесс газообмена в цилиндре. При ее построении автоматически учитывается начальная установка распредвалов, растянутость и провисание приводной цепи или ремня газораспределения, величина тепловых зазоров в клапанном механизме, форма и износ кулачкового распредвала, работа системы изменения фаз газораспределения. Исследовать диаграмму вручную не обязательно, так как скрипт самостоятельно измеряет углы открытия и закрытия клапанов и оценивает их влияние на работу двигателя. По данному двигателю скрипт поставил диагноз «недостаточное наполнение цилиндра во всем диапазоне оборотов» и установил причину этого «нетипичные фазы газораспределения», а именно измеренный угол закрытия впускного клапана вышел за пределы типового диапазона 570-600 градусов. При необходимости с результатами проверки наполняемости цилиндра можно ознакомиться в табличном и графическом виде. По таблице видно, что при всех оборотах двигателя измеренные значения наполнения цилиндра находятся ниже типового диапазона. При этом на диаграмме наполнения фрагменты красного цвета, которые соответствуют резкой перегазовки, располагаются ниже предела типовой зоны. Рассмотрим пример результатов тестирования исправного двигателя автомобиля Ford Focus 2, оснащенного турбонаддувом. По полученным результатам видно, что турбина начинает работать на оборотах выше 3000 и увеличивает отдаваемым двигателям вращающийся момент приблизительно на 20% в диапазоне оборотов от 4000 до 6000. Скрипт тестирует еще одну важную систему двигателя выпускную, при этом оценивается ее пропускная способность. Это результаты проверки цилиндра двигателя Chevrolet Spark. Здесь забитость выпускного тракта не только привела к повышению затрат мощности на такте выпуска, но и ухудшила наполняемость цилиндра свежей смесью из-за того, что пространство в цилиндре очищалось от отработавших газов только частично. Как известно, снижение наполняемости цилиндра приводит к уменьшению отдаваемой мощности. В итоге получается, что при частоте вращения двигателя чуть выше 3000, вся развиваемая мощность здесь затрачивается на очистку цилиндра от отработавших газов, и обороты двигателя не могут увеличиваться. Если в процессе измерений был задействован датчик синхронизации, то дополнительно проверяются еще и углы опережения зажигания. При этом угол опережения зажигания контролируется не только при работе двигателя на холостом ходу, но и на остальных режимах. Данный пример демонстрирует неправильную начальную установку угла опережения зажигания. Обратите внимание на то, что он получен на автомобиле Mitsubishi Lancer 2007 года выпуска, рабочий объем 1,6 литра, где регулировка угла опережения зажигания не предусмотрена конструктивно. Как выяснилось впоследствии, здесь был неправильно установлен задающий зубчатый диск датчика положения коленчатого вала.